МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». В минувшие выходные в Пионерском был убит местный житель. И это не единичный случай за последнее время. Все чаще в ленте новостей всплывают истории жителей Калининграда о том, что они сами или их знакомые подвергались нападению от незнакомых лиц. Наша редакция решила выяснить, насколько безопасно в Калининграде и с чем приходилось сталкиваться жертвам разбоя. Прошлой ночью именно на этом месте неизвестные сбили молодого человека и скрылись с места преступления. Сейчас пострадавшему предстоит долгое лечение. В связи с этим калининградцы сдаются вопросом, как долго ждать помощи в такой ситуации и насколько безопасно в городе. Очевидец происшествия решила не раскрывать своего имени. Скорее всего, она переживала за свою безопасность. Напомним, несколько месяцев назад в Калининграде был жестоко убит 35-летний байкер. Недавно стало известно, что он скончался. Убийцу нашли. Им оказался 23-летний молодой человек, уже ранее судимый. Избил человека. Причина конфликта. Обозвал меня. А буквально этой ночью житель поселка Славянская в ходе конфликта с незнакомой компанией ударил молодого человека ножом. В социальных сетях бьют тревогу. Неужели стало опасно жить в городе? А у прохожих на это свое мнение. Думаю, в дневное время, да, а больше после 10 вечера как бы немножечко уже побаивался бы. Даже в темные места бы не старалась ходить. Меня все устраивает. Наша милиция нас бережет. Очень страшный город, на самом деле. Я бы так сказал. Сюда бодиты ходят. А что по этой ситуации думают власти? Пресс-служба УМФД не смогла выйти с нами на связь и прокомментировать ситуацию. Благо, на официальном сайте можно посмотреть статистику за 2019 год. Как мы видим, многие показатели значительно выше. В том числе виден явный рост тяжких преступлений и убийств по сравнению с прошлым годом. Исследуя эту тему, мы увидели, что мнения довольно-таки противоречивы. Некоторые калининградцы уверены, что им в городе спокойно и безопасно. Ну а другие стараются из дома после 8 вечера не выходить. Ну а статистика УМВД говорит о том, что количество правонарушений выросло в два раза. От нашей редакции мы посоветуем не выходить на улицы ночью, не провоцировать конфликты и избегать подозрительных компаний. Вроде советы звучат банально, но спасение утопающего зависит от самоутопающего. Алина Янина, Илья Сидоренко, служба новостей «Город». Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». Количество ДТП за прошлый год в Калининграде снизилось. Но, к сожалению, на дорогах все равно хватает столкновений. Решают проблему с одним перекрестком, появляются аварии на другом. Чтобы предотвратить ДТП, областной центр выявил топ-4 самых опасных улиц. Первое место по количеству ДТП занимает перекресток улицы Наровской и Светский проспект. За последний месяц там произошло 4 наезда на пешеходов, все получили травмы. На втором месте стоит перекресток проспекта Мира и улицы Зоологической, где произошло 3 наезда на пешеходов. Все травмированы и отправлены в БСМП. Третье место занял перекресток улицы Гайдары и улицы Челнокова. В последнее время произошло 3 столкновения автомобилей, в которых пострадали 3 человека. И четвертое место – переход в районе Советского проспекта 155. Были сбиты 3 пешехода. Глава комитета отметил, что в этих местах нет уличных камер видеонаблюдения. Их только планируют установить. Также намерены дополнительно установить освещение и ограждение. К концу 2020 года в Калининграде планируют закрыть 6 угольных котельных. В этом году ликвидация планируется на судостроительной, артиллерийской, Тихорецком тупике и улице Держинского. А в следующем году две котельные на улице Суворова. Всех потребители переведут на центральное отопление. Какие еще нововведения и события произошли в городе, узнаем в нашей рубрике короткой строкой. В войну кто закупает мусорные контейнеры вступила новая сторона. Министерство природы заявило, что жильцы имеют право покупать мусорные контейнеры, но не обязаны этого делать. Более того, они уверены, что региональный оператор и только он должен решать этот вопрос. Крупнейший производитель изделий из овчины перенесет производство из Китая в Калининград. В индустриальном парке Храброво будут делать одежду и обуви из австралийской овчины. На проект планируют выделить от 15 до 20 миллионов долларов. Также создадут около 300 новых рабочих мест. А товары будут продаваться на европейском и американском рынках. 162 дерева пойдет под струк на улице Красный. На этом месте построят корпус детского сада на территории школы номер 72. Городская администрация уже выдала соответствующий порубочный билет. Очевидцы заметили электробус на таможенном контроле. Сообщается, что он отправился в Волгоград. Напомним, что за небольшое время эксплуатации электробус потерпел две поломки и две аварии. Впервые в Калининградской области. С 14 по 15 сентября лучшие сыровары России соберутся на площадке 4-го сырного фестиваля. Бесплатные дегустации, рыцарские огненные шоу, а также средневековый пир. Мероприятие начнется в 12 часов в городе Немани на улице Победы. Большой футбол снова приехал к нам в гости. 9 сентября в Калининграде прошел групповой отборочный матч на Евро 2020. Почти все билеты были распроданы. Наша команда победила с минимальным счетом. Сборную России по футболу на стадионе Калининград встретили очень тепло. На стадионе было порядка 32 тысяч человек. Команды уже встречались в групповом отборочном этапе, где наши футболисты победили в гостях со счетом 4-0. Поэтому все ожидали, что дома сборная России забьет большое количество голов. Ваш прогноз на матч? Россия выиграет. А с каким счетом? 3-1. 6-0. А Россия выиграет. С каким счетом? 2-0. Но не тут-то было. Команда Казахстана играла почти весь матч от обороны. А наша команда первый тайм старалась забить, но безуспешно. Во второй половине игры почти до самого конца матча ситуация не менялась. Команда делала забросы на капитана Артема Дзюбу, но защитники гостей не давали ему наносить удар. Тренинг сборной России Станислав Черчесов сделал три замены еще до 65-й минуты. В итоге на 89-й минуте наша команда дожала сборную Казахстана. Голом отличился Марио Фернандес после подачи углового Александром Головиным. Этот гол принес нашей команде еще три очка. Тем самым сборная России закрепилась на втором месте в своей группе. Смотрите вы второй части нашего выпуска. Свой подход к истории. Теперь можно увидеть Королевский замок в режиме реального времени. Достаточно надеть очки виртуальной реальности. Скорость 10 км в час и лужи через каждые полметра. На что приходится идти жителям московского района, чтобы добраться до дома. Метеорит или пришельцы. Калининградцы засняли странное свечение на небе. В эфире служба новостей к городу и мы продолжаем. В Калининграде 8-летняя девочка вызвала скорую матери, которую избил сожитель. 36-летняя калининградка выпивала в компании друзей в их квартире. Любовник стал требовать от подруги, чтобы та вернулась домой к детям. Женщина отказалась, тогда сожитель избил ее, вызвал такси, отправив домой. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию с разрывом внутренних органов живота. Медики сообщили о случившемся в дежурную часть. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Далее наши новости продолжит рубрика «Место происшествия». Мотоциклистов не видно на дорогах, потому что нас никто не хочет видеть. Так утверждает автор данного видео. В этой нарезке можно наблюдать, как водитель двухколесного транспорта постоянно избегает аварий на дорогах нашего города. На улице Островского произошло ДТП между Лексусом и Наварой. Вследствие аварии движение в сторону Горького было затруднено. Как утверждают очевидцы, травм у водителей нет. Вот это реакция у водителя малолитражки. Пишут в комментариях, очень опасный маневр ему удалось совершить. Однозначно браво! А здесь не то, что паркуюсь где хочу, а выезжаю с парковки как хочу. Водители джибов и кроссоверов порой настолько пренебрегают правилами дорожного движения, что могут без зазрения совести вот так выезжать. Партнер рубрики «Курсы валют» – Калининградская компания правильного питания «Эдгусто». Далее эфир программы продолжит актуальный «Курс валют». Курсы валют на 11 сентября. Доллар США 65 рублей 43 копейки, евро 72 рубля 30 копеек, польский злотый 16 рублей 67 копеек. Партнер рубрики «Курсы валют» – Калининградская компания правильного питания «Эдгусто». Королевский замок восстановили в виртуальной реальности. Теперь каждый калининградец и гости города смогут не только увидеть его в режиме реального времени, но также прогуляться по дворику крепости, слушая его историю. Копия крепости является самым большим проработанным виртуальным объектом, соответствующий исторической действительности. Инициатором реставрации замка стал Алексей Быков по совместительству экскурсовод. Королевский замок всегда был притяжением туристов, как сотни лет назад путешественники приезжали и посещали Королевский замок. Это еще не оконченная работа. Его будут улучшать, и вскоре мы увидим не только внешний облик, но также пройдемся по некоторым комнатам. Алексей рассказал, что это не единственный проект. Самый главный – готовиться к празднику Великой Победы. Подробности он не рассказывает, но утверждает, что это будет интересно и масштабно. Основатель китайской компании «Алибаба» 55-летний Джек Ман официально ушел в отставку с поста председателя Совета директоров. В состоянии Джека Ма журнал «Форбс» оценивает почти в 39 миллиардов долларов. Бизнесмен оказался на 21-м месте в рейтинге самых богатых людей мира. Что еще произошло в сфере бизнеса, расскажем в нашей следующей рубрике. Властям Калининградской области с очередной попытки удалось провести торги по обследованию состояния недостроенного газопровода. Он должен снабдить газом «Светлый» и «Балтийск». В торгах участвовали организации из Москвы. Предпочтение правительство отдало дочерней компании «Газпрома». Область выделит на это 50 миллионов рублей. В среднем один член домохозяйства в Калининградской области тратит на алкогольные напитки почти 2500 рублей в год. Расходы на алкоголь в сельской местности значительно меньше, чем в городах. В сельской местности расходы составляют 2000-3000 рублей в год. Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030 году роботизация затронет более 20 миллионов человек. Специалисты уверяют, что процесс автоматизации растянется и не обвалит рынок труда. Между тем, на фоне пугающих прогнозов роботы уже наступили на банки и подкосили в них 10% вакансий. В Хакассии, две республиках Северного Кавказа, россияне не могут найти работу. Соискатели безрезультатно ищут вакансии более трех месяцев, но все равно остаются без постоянного заработка. Между тем, меньше всего безработных предсказуемо наблюдается в крупных мегаполисах в Москве и Санкт-Петербурге. В Госдуме предложили досрочно назначить пенсии людям, ухаживающим за инвалидами. Правительство инициативу не поддержали. Кабмин дал законопроекту отрицательный отзыв, отметив, что реализация идеи потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Кроме того, авторы не указали источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств. Из-за перекрытия улицы Киевской приходится искать другие альтернативы, причем далеко не хорошего качества. У горожан есть всего три объездных маршрута. Что происходит на одном из них, узнал наш дежурный по городу Тимофей Литовченко. Вы, наверное, думаете, что я нахожусь на Луне или на Марсе, или там, где черные копатели добывают янтарь. Но нет, мы находимся на улице Узловой, где каждый день людям приходится добираться до дома и до работы по этой дороге. Улица Узловая стала одной из важных дорог, которая связывает Московский район и центр города. До ремонта на Киевской она не пользовалась таким спросом. Сейчас по ней ездит большой поток машин. Люди уже не помнят, что до дома или работы можно добираться быстро и с ветерком. Грязно и медленно – новый девиз жителей Московского района. Киевскую перекрыли, и мы начали здесь ездить. Два варианта – или туда дальше еще, или там. Вот здесь как бы самый простой. Дорога в ужасном состоянии, все перекрыто. Могли бы здесь получше сделать, и люди бы нормально ездили. Она и периодически хороша, а когда дождь – все, размывается. Ну, тут бы пора с грейдером проходили, вроде ничего было ездить. Но каждый дождь – это все размывается, разбивается, и бегать практически невозможно. Странно, что это место еще не стало популярным у американских рэп-исполнителей. Ведь тут можно снимать полноценные клипы. Шутки шутками, а людям приходится тратить время и свои деньги на ремонт и помывку автомобиля. В таком состоянии дорога на протяжении всей улицы. Кстати, ее протяженность почти 2 километра. А в Китае таким ямам нашли бы применение. И высадили бы рис. Мы пришли к выводу, что прежде чем чинить улицу Киевскую, нужно было хотя бы посмотреть на состояние объездных путей и провести их хоть немного в порядок. Тимофей Литовченко, Дмитрий Панкратев, служба новостей «Город». А я пошел рыбачить. Астралийская вегетарианка подала в суд на соседей из-за запаха мяса и рыбы, которые они готовили у себя во дворе. Помимо этого, ей не нравились и крики детей. Суд Австралии защитил соседей и закрыл дело. Но горе соседка не хочет останавливаться и в ближайшее время вновь хочет подать иск. Что еще обсуждают в сети интернет, узнаем далее. В конце минувшей недели Никита Михалков опубликовал очередной выпуск своей программы «Бесогон» на Ютуб, где упомянули имя нашего губернатора. Вот в октябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя журналистам проект регионального бюджета на 2018 год, вот так ответил на вопрос, вернет ли правительство области компенсации за детский сад. Вы вернете вот эти выплаты компенсации за детский сад? Нет. Почему? Пока что. Нет, серьезный вопрос. Серьезный ответ я получил. Совершенно. Кинорежиссер сказал, что такой человек не чувствует свое население и не чувствует всей ответственности. Позже Антон Алиханов извинился за свое поведение перед журналистом, а также подарил цветы и шампанское. Но фраза осталась как черное пятно в его карьере. В Калининграде 9 сентября вечером очевидец заснял на видеорегистратор падающий с неба светящийся шар. Предположительно, это метеорит. Объект падал на протяжении 10 секунд. Пока его видели только в небе, поэтому неизвестно, куда он делся после. В понедельник Дима Билан выступал в Самаре на дне города, но его состояние было абсолютно невменяемым. Многие жители утверждали, что он под воздействием наркотических веществ. В итоге его убрали со сцены. Сегодня артист выставил видео извинения, объяснил, что он просто перебрал коньяка. И в качестве извинения сделал несколько подарков городу. Хочу для вас сделать в Самаре концерт абсолютно открытый, бесплатный, качественный, с хорошим звуком, с хорошим мной. На севере Италии в городе Ливинью выпал снег. Хоть городок и находится в Альпах, все равно это аномальная погода для середины сентября. Дороги занесены, коровы идут по заснеженным тропинкам. Да и вовсе при такой погоде мало чего видно. Мужчина в Малайзии на свадьбе друга встретил двойника. Гости мероприятия утверждают, что они не родственники и раньше никогда не встречались. Один из них является другом детства жениха, а другой коллегой. К сожалению, двойникам не удалось пообщаться на свадьбе, но утверждают, что обязательно встретятся и поговорят. Чтобы осенью не было депрессии, нужно кушать сладкое, больше гулять на свежем воздухе и смотреть нашу постоянную рубрику «Хорошие новости». Ну, открыл визу, еду отдыхать. Сейчас в теплые края, скажем так. Ну, сегодня вечером я пойду на танцы, там будет много-много-много-много девочек новых. Вот, в этом клубе по танцу. Мы выздоровели, все хорошо. Через неделю зарплата, вот хорошая новость, деньги получу. Погода прекрасная, ледная, кстати, да? Вылетаю сегодня уже, нет? Поеду скоро к внукам в город Якутск. Футбол выиграли, ну, с натяжкой, ну, все-таки выиграли. Сегодня замечательная погода, не холодно. Можно ходить открыто и даже не содрогаться от этого прекрасного солнца. Поэтому все хорошо у нас. Чуть-чуть сдувает нас, но это ерунда. Главное, что у нас у всех хорошее настроение, правильно? Калининградская область накрыл шторм. В течение нескольких дней обещает усиление ветра до 15 метров в секунду. Какую погоду он принесет, узнаем из нашей постоянной рубрики. Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». Партнер прогноза погоды – фирменный магазин обуви «Рикер». Фирменный магазин обуви «Рикер».